Всем привет! Продолжаем изучать Spring. Сегодня мы рассмотрим, как с помощью Spring построить простой REST-сервис. Мы, значит, рассмотрим все классические методы получить, обновить, запостить, удалить. А также рассмотрим разницу между запостить и запатчить. Скажем так. Вот такой вот план. Что нам для этого нужно? Сперва нам нужно само приложение. Мы продолжаем работать над тем же приложением, с которым мы работали до этого. Так. Дальше, дальше. нам понадобится, поскольку обычные браузеры поставляют лишь возможность возможности пост, в лучшем случае, и обычно гид запросов, нам нужен какой-то инструмент, который позволяет нам делать, нам создавать более широкие запросы. для этого я пользуюсь классическим классическим инструментом command line tool and library c url c url то есть это обычно командная строка и как видите здесь можно выставлять большое количество команд. и я сразу нашел те команды, которые нужны, 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 которые мне нужны будут, чтобы делать. то есть вот есть чувак какой-то make a young у него прикольный кстати сайт, у него множество интересных советов есть, так что я даже предполагаю, что вы пользовались неоднократно его сайтом. Так вот, значит, у нас есть приложение, у нас есть то, как мы будем тестировать командное оболочка, значит, CommandTool, CommandTool, а теперь поехали, поехали создавать наш REST. Идем в папку контроллер и создаем, значит, создаем, создаем Java класс home контроллер и здесь я напишу REST, 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 в принципе, в принципе, да, наши действия практически ничем не будут отличаться от тех действий, которые мы совершали с обычным контроллером, с небольшими лишь изменениями, так что поехали. сперва нам нужно указать, что этот класс у нас является REST контроллером, так пишем, REST контроллер, это первый шаг, второй шаг, нам нужно, нам нужно, нам нужно указать путь, 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 request mapping, request mapping, то есть, мы будем реагировать по корневому API, и второе, нам нужно указать, указать, что мы будем отдавать, что мы будем отдавать, что мы будем продюсить в данном контроллере. В принципе, у нас может быть другой контроллер с аналогичными путями, но он может продюсить другие вещи. Например, text slash XML Так, теперь, что нам нужно? Поскольку мы будем, мы будем работать с теми же самыми буками, то есть, по сути дела, мы сделаем нечто похожее вот на этот вот контроллер, только мы будем отдавать, мы будем отдавать JSON ответ. а ответ в формате JSON. Так что, давайте прописывать наш репозиторий, снова prelate, пишем бук репозиторий, создаем конструктор, чтобы внедрить и теперь нам нужен метод, метод getMapping. поехали, getMapping. Для начала мы создадим общий метод, который нам будет возвращать все книги. то есть, вот наш метод getAll books, пользуемся нашим репозиторием, достаем все, и как вы уже, наверное, догадываетесь, преобразование из объектов JSON формат будет происходить за ширмой. так что давайте запускать наше приложение и тестировать на метод на метод getAll books, жмем shift в 10, вот наш обычный html ответ, а сейчас мы хотим увидеть ответ в виде формата JSON. И вуаля, вот он, наш формат JSON. Следующий метод, который мы рассмотрим, это вернуть конкретный, конкретную книгу. Возвращать мы ее будем по ID. Снова создаем метод getMapping, но, здесь мы указываем путь и используем path переменную, где ее мы будем прочитывать в m, как параметры, как параметры, как параметры, имя вот здесь и имя здесь должно совпадать. У нас ID это long. Теперь, если вы заметили, то здесь весьма необычное имя ответа response entity. Почему я выбрал именно этот вариант? Давайте подумаем. Допустим, юзер, какой ответ мы хотим отдать, если юзер ввел ID, которого у нас нет в базе данных? И вот именно для этих целей мы можем воспользоваться данным типом объекта. пишем optional book пытаемся достать из из репозитория книжку. то есть, как вы заметили, здесь может быть здесь возвращается тип optional. Теперь используем if book maybe is present то есть, если книжка существует, хотя здесь его можно не писать, то мы вернем респонс, в котором первым параметром мы укажем книжку, а вторым параметром статус ответа, что все окей. Но если у нас книжки не оказалось, мы отвечаем нулом и статус ответом not found. Так что давайте тестить. Вот наш общий общий метод. А теперь давайте пайпи д, ой, пайди. Ух ты, не найдено. Почему это интересно не найдено? В очередной раз. В очередной раз детали, маленькие ошибки. Забыл return использовать. Мы же тут хотим вернуть, а не идти дальше. И вот сейчас все работает. То есть вот у нас например id1, вот 1.3. А если мы не существующие id введем, то у нас будет ошибка. страница отправляем ответ, что страница не найдена, ресурс такой не найден. Так, вот мы рассматривали уже наверное самые популярные методы get и get по id. Сейчас давайте рассмотрим еще какой-нибудь метод. например, давайте начнем с метода post. Здесь как вы наверное догадываетесь используется точно такая же аннотация post mapping. post mapping это значит что это значит что мы будем создавать какой-то ресурс. А раз мы создаем какой-то ресурс, то соответственно к нам придут какие-то данные и здесь нужно указать что мы потребляем какой тип так как мы работаем JSON здесь то мы так и пишем application JSON мы ждем JSON дальше теперь пишем public book post book может конечно create book но пусть будет post book и здесь мы пишем request body request body то есть мы ждем мы ждем букву которая к нам придет в виде JSON но spring нам ее превратит в букву и мы вернем ту же самую букву тем самым покажем что сейв произошел теперь давайте это протестим 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 снова запускаем наше приложение еще раз смотрим как у нас все выглядит и теперь нам нужно совершить пост метод я сделал некоторую предварительную работу и уже написал все методы которые будем тестировать вот вот которые мы будем тестировать здесь вы можете их увидеть то есть сейчас мы будем тестировать метод пост используем CURL так что идем копируем какую-нибудь командную строку и как видите нам возвращается ответ который мы вернули и теперь нам нужно проверить наше приложение нашу базу и вуаля у нас появилась новая запись работает работает теперь поехали дальше с методом пост разобрались теперь 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 нам осталось два метода метод обновления и метод удаления давайте пока сделаем чуть более простой метод метод удаления метод удаления то есть как вы догадываетесь метод delete mapping также мы используем аннотацию response status no content поскольку нам здесь отвечать ничего не нужно мы же просто удаляем мы просто удаляем пишем public void delete book удаляем книгу по id также как и в методе get mapping используем path variable для этого теперь пишем try book repository delete py id но здесь может быть здесь может быть ошибка поэтому нам нужно воспользоваться try catch но обрабатывать мы его никак не будем для нас не важно не важно было что-то там или не было что-то в базе данных данном случае давайте тестировать запустили приложение в очередной раз смотрим как выглядит наша 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 стартовая страничка теперь 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 нам нужен метод с помощью которого мы например удалим первую первую запись снова пользуемся нашим сим урлом чтобы выполнить метод delete и здесь нужно обязательно указать ID ok ого not supported интересно почему очередной раз маленький недочет но сейчас по идее все будет хорошо перезапустим так вот наша страничка и повторим команду отлично ответа никакого нет как мы хотели но 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 скала исчезла скала исчезла как видите мы уже умеем удалять и нам остался разобрать последний метод это нам нужно научиться апдейдить апдейдить здесь что нужно понимать ладно давайте так сперва напишем а потом поговорим то есть пишем снова put mapping put это подразумевает что мы обновляем мы обновляем также здесь пишем id id пишем public book put book здесь к нам приходит надеюсь к нам приходит какое-то тело с помощью которого мы сможем обновить и вернем это же самое тело тело и вернем это же самое тело теперь давайте запускать давайте запускать и смотреть некоторые нюансы подразумеваем наша опять стартовая страничка и идем 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 и выбираем метод под 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 нам здесь нужно передать весь объект передать весь объект объект можно было передать только параметры но обычно передается весь объект целиком вместе с ID так что все нормально ну да все хорошо идем и пытаемся обновить обновить первую книжку то есть мы пытаемся заменить и имя и автора на как видите на докинса и на книжку на селвиш на селвиш на эгоистичный ген в общем отлично обновили вот у нас ответ пришел что мы действительно все обновили проверяем вуаля и видим селвиш селвиш джен и доукинс отлично но в чем проблема метода пут он подразумевает что если например мы какие-то данные не указали то они у нас обновляться как нулями то есть вот я здесь решил не указать имя имя книжки и вот если я сейчас выполню эту вот вообще я хотел бы вот когда что я хотел бы этой командой сделать чтобы у меня обновилось вот когда я вот смотрю да вот что чтобы обновилось у меня только имя хотя давайте здесь какое-нибудь другое имя например давай пусть будет Пушкин Пушкин да пытаемся вот когда я смотрю на эту запись первое впечатление может быть что я пытаюсь лишь обновить у книжки с ID1 только имя но на самом-то деле к сожалению произойдет следующее все остальные поля которые я не указал которые мы не указываем они превращаются в нули и в данном случае у нас видите получается пустое поле и то есть чтобы избежать этого нежелательного поведения нам нужно использовать другой метод а именно метод патч другую аннотацию и в ней нам придется прописывать все поведение которое мы желаем так давайте начнем 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 здесь у нас аннотация будет патч 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 маппинг патч маппинг также принимает JSON поэтому здесь мы снова пишем для начала здесь укажем путь по которому мы реагируем и тип контента который мы принимаем теперь возвращать мы будем нашу обновленную букву патч бук нам нужно достаем наш ID из пути и достаем тело теперь нам нужно достать книжку которую мы желаем обновить для этого используем наш бук репозиторий find проверки здесь делать не будем сделаем по-простому и здесь к сожалению придется вручную все эти проверки делать то есть мы смотрим вот то чем мы хотим апдейтить мы проверяем каждый вот в этом каждое поле если оно не нулю тогда мы апдейтим поле у текущего а потом мы сохраним вот этот бук refresh бук refresh set outer и и get outer и аналогичное действие мы делаем со вторым полем name и и только после того как мы проверили все поля мы можем сохранить мы можем сохранить наш нашу букв то есть мы задеваем только те поля которые существуют в данном 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 а теперь давайте проверять вот наша опять стартовая страничка целая теперь мы мы пытаемся 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 обновить у второй записи только автора только автора то есть мы желаем увидеть вот здесь вместо гослинга докинза докинза так что идем выполняем нашу команду и вуаля ну вы уже видите да что все все успешно произошло и тадам гослинг исчез докинз появился вот и все и это по большому счету мы уже что делаем мы рассмотрели все 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 основные операции то есть классический классический такой ресепи по работе с каким либо ресурсом не знаю есть ли здесь какие-нибудь генераторы как например как например фениксе фениксе у нас есть генераторы если у нас какой-нибудь ресурс то есть вот всю эту работу можно было бы сделать там буквально за пару щелчков и даже в java.e в этом в netbinse в netbinse тоже был генератор интересно здесь есть какой-нибудь генератор не знаю ну в любом случае делается не сложно как в принципе и в любом другом фреймворке это весьма типовая задача так давайте вкратце повторим то есть мы создаем отдельный файл помечаем его через аннотации rescontroller если мы не пометим это аннотации rescontroller то 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 нам нужно будет помечать методы 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 что они возвращают 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 то есть там надо будет вот response body писать у каждого метода желаемого так что лучше создавать отдельный 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 класс контроллер сразу его помечать что это rescontroller и и пользоваться и пользоваться и пользоваться здесь внедрили дальше мы внедрили репозиторий с помощью которого мы работаем с базой с базой с нашим ресурсом в виде книги и объявляем все стандартные методы get get party post delete put patch еще раз повторим put обновляет всю 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 все 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 значения если какие-то значения у request body отсутствовали то в нашем в нашем в нашем базе это все они превратятся в нули обычно такое поведение нежелательно и лучше использовать хотя может в вашем приложении и нужно но обычно все же подразумевают другое когда указывают не все поля и в данном случае нам нужно использовать под matching и рассмотреть каждое поле у на нул у входящего у входящего у входящего объекта вот такие дела что ж неплохо продолжаем работать данные можно еще заметить что данные 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 rest можно теперь использовать в каком нибудь spa single page application ладно хватит 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 рассуждать увидимся в следующий раз see you next time